В повестке дня полеты. Полпредпрезидентов ЦФО, представители правительства России, Совета Федерации и Государственной Думы обсуждают в Липецке развитие авиации общего назначения. Большая необходимость малой авиации, это касается непосредственно центрального федерального округа. Потому что, чтобы попасть из одного конца округа в другой, надо опять ехать через Москву. Другие радиальные системы, они хуже отработаны и работают. Липецк на сегодняшний день, это действительно удобный центр, хороший аэродром, хорошая, большая взлетно-посадочная полоса. Доступная авиация для Липецкой области требование времени. Регион привлекает инвесторов. А бизнесмены независимо от калибра считают не только деньги, но и время. Понимая это, власти развивают инфраструктуру. Липецкая область располагает 26 посадочными и 4 вертолетными площадками. Создается индустриальный комплекс авиации общего назначения «Авиаград-21», где идет сборка легких самолетов. В аэропорту Липецк реконструирована взлетно-посадочная полоса. Построена зона таможенного контроля. Первый международный рейс в Милан запланирован на май. Главная цель – дать липчанам мобильность. Мы вместе соединим усилия по развитию авиации, ну мы ее называем межрегиональной. Чтобы можно было летать в Пензу, в Брянск, Смоленск или куда-то в Саратов, не через Москву, а только так, как во всех развитых странах мира. Президент дал поручение. Он имеет привычку строго за это спрашивать. Надо этому соответствовать. Мы стараемся. Один из самых сложных вопросов для авиации России – это подготовка пилотов-любителей. Получить права на самолеты очень сложно и дорого. Государство готово упростить процедуру и способствовать созданию летных школ, что приведет к снижению стоимости обучения. При этом правительство понимает, что нельзя допустить ситуацию, царившую в автомобильном мире несколько лет назад, когда получить права не составляло труда. А вот качество подготовки водителей было крайне низким. В итоге требования к выпускникам автошкол уже сточили. Чтобы такого не произошло в авиации, качество подготовки изначально должно быть высоким. В целом разговор об авиации участники комиссии назвали продуктивным. И выработали ряд важных решений. Мы договорились с полномочным представителем президента Белого Мальса Дмитриевичем. И по его предложению проведем совместное заседание нашей комиссии в Центральном федеральном округе. Потому что, как сказал Дмитриевич, около 800 аэродромов в ЦФО используется только 200. И поэтому мне кажется, что это хорошее предложение. Мы его поддержим. Спрос на малую авиацию огромен в бизнесе и в промышленности, и в туризме. Разработка системы подготовки пилотов и создание необходимой инфраструктуры займет время. Но благодаря таким регионам, как Липецкая область, работу не придется начинать с нуля. Фактически, опыт нашего региона будет применяться в других субъектах. Ольга Бугакова, Дмитрий Кузнецов. Липецкое время.